в этом видео возможность оценивать ваши статьи joomla лайком или дизлайком причем человек не сможет поставить дизлайк не оставив комментарий комментарий должен уходить к вам на почту и вы сможете видеть обратный email данного человека то же самое произойдет если человек захочет оставить лайк он не оставит лайк пока не оставит комментарий что ему нравится я считаю именно такой подход нужен во все сайты где есть контент даже такие глобальные мировые проекты как а youtube где нет возможности давить человек поставить дизлайка вы даже не знаете что ему не понравилось для некоторых это очень важно кто хочет улучшить свой контент на основе дизлайков сопровождающие с комментариями как раз таки на джума такое можно реализовать это урок номер два мне зовут федор васильев и подробности в этом видео итак плагин бесплатный прошлом видео я рассказал вот о данном разработчики и у него есть три бесплатных плагина прошлом видео я показал что такое эмоджи а в этом видео посмотрим как раз таки вот этот лайк и дизлайк скачать сможете с сайта разработчика все ссылки которые вам потребуются я оставляю в этой статье на своем сайте федоровасильев точка ком я перехожу в админку своего тестового сайта устанавливаем давайте данный плагин плагин успешно установился переходим в плагины вот находим его здесь включаем единственный недостаток данного плагина что он все-таки требует перевода на русский язык так так как он взаимодействует с фронтальной части сайта скажем админскую часть например это еще ладно можно было бы не переводить но фронтальную часть нужно перевести на русский язык я не смотрел если в сети локализация для данного плагина если вам сильно он понадобится и желающих будет больше чем один приветствуются комментарии в данной статье на сайте федоровасильев точка ком если я увижу что действительно востребован плагин если перевод нужен больше чем одному человеку то я переведу данный плагин на русский язык и предоставлю локализацию бесплатно итак давайте рассмотрим вкладки вторая вкладка ладжи куэри загружать ли библиотеку джекуэри по умолчанию стоит нет если у вас какой-то компонент шаблоны используют уже джекуэри то включать это не нужно в избежание конфликтов если плагин не будет работать у вас простенький сайт джекуэри не стоит то можно просто переключить в положение да и должно все работать следующий опса показывать ли возможность лайка дизлайкать на мобильных устройствах так как мобильные устройства нас приоритете да конечно лучше это показать и не был куки чек то есть включить отслеживание куки до чтобы не было накрутки лайков дизлайков я бы включил включаем важную опцию мл-то админ то есть отправлять мл включаем до администратору сайта когда человек оставил лайк дело в том что у нас же нельзя ставить лайк дизлайк без комментария поэтому здесь эта опция необходимо чтобы мы видели кто нам что написал и в какой статье я еще не смотрел будет ли работать плагин и действительно будет отправлять на email сейчас как раз и проверим ниже у вас будет опция исключить пункты меню чтобы не а там где не нужно выводить данные плагин и исключить статьи определенные просто выбирайте статью до или пункт меню там где это выводиться не должно следующая вкладка это возможность управлять иконками на кнопках то есть я вам покажу у нас здесь на кнопках есть иконки да где лайк дизлайк по умолчанию стоит там все как нужно и также вот еще есть одна кнопка вторая тоже выбирать когда человек оставляет лайк или дизлайк он не сможет отправить пока у места не оставит комментарий и пока у меня стоит мл-адрес я считаю что лучше это все использовать но если вы не хотите чтобы человек оставлял свой mail ну дайте ему возможность не оставляйте mail тогда здесь вот в этом поле ставим нет я рекомендую оставить до показатели кнопку сброса но честно говоря и даже не смотрел что за кнопка понятно наверное что сбрасывать возможность сбрасывать комментарий в общем посмотрите на досуге дальше для разработчик подходил к этому плагину он абсолютно все учел вот эта вкладка очень важно ведь человек может захотеть оставить вам дизлайк или лайк но он не знает что всплывет форма да то есть он же видит сначала вот в таком виде нажимая на кнопку всплывает форма и он не сможет отправить до пока не оставить здесь сообщение он можно писать билиберду весь смысл будет теряться или она пишет там спасибо или все и вот как раз таки это поле нам ведь нужно собирать статистику люди ленивые и конечно от ленивых мы ничего не добьемся если человек не хочет писать поэтому эти опции подойдут для тех кто действительно напишет вам сообщение если что-то не так на сайте лишь или человеку все понравилось минимальное количество слов для этого поля ввода изначально не задано поставим там например 20 то есть чтобы сообщение было длинное да они короткой можете поставить больше но смотрите если поставить очень очень большое человек не сможет вам оставить он будет крайне зол когда он напишет вам два-три предложения а потом увидит что недостаточно длинное сообщение то есть здесь главное не переборщить и кастом код еще одна вкладка позволяющая управлять стилями и я вас криптами пойдем на сайт в какую-нибудь статью вот пожалуйста давить у нас палец вверх палец вниз давайте попробуем оставить лайк напишу какое-нибудь сообщение как я говорил что плаги нуждается в переводе хотя бы вот эти строки да нам нужно чтобы были на русском языке так ввели сообщение нажимаем send отправить в всплывающем окне нажимаем окей подтверждаем и у нас будет еще здесь сообщение спасибо здесь можно как перевести ну что угодно написать как я уже сказал про перевод если что пишите в комментариях на моем сайте и это работает на почту автоматически отправил сообщение это очень хорошо смотрите давайте разберем это кстати это тоже можно будет перевести если полностью плагин перевести во первых видно где на какой статье мы можем прямо из письма перейти на какой статье был оставлен отзыв увидеть это здесь то есть о какой статье идет речь дальше заголовок данной статьи индификатор само сообщение до который я написал и email обратная связь тот человек а который написал можно собирать эти email и ваших зрителей постоянных особенно кто пишет действительно что-то хорошее или конструктивную критика неплохая который можно прислушаться и даже на их email отправлять потом там спасибо или в общем придумайте что с этим можно сделать отличный плагин думаю многим он понравится и я заметил после отправки сообщения лайк дизлайк вот сам плагин прячется в данной статье не показывается мне больше так как я включил отслеживать куки чтобы не было возможности накручивать то есть он прям прячется полностью это очень хорошо давайте посмотрим а в другую статью зайду внутрь видим здесь лайк дизлайк есть то есть он будет прятаться это очень очень продуманный шаг а в следующем видео вас ждет бесплатный плагин время чтения где вверху а в каждой вашей статье будет написано сколько человеку потребуется время на прочтение вашей статьи сколько знаков слов в данной статье не пропустите в следующем видео в следующем видео Продолжение следует...